Тяжелые для казахстанцев дни, когда большая вода пришла почти во все регионы страны, очень важно было иметь рядом крепкое плечо. Это спасатели, военные, волонтеры. Тысячи казахстанцев, представители разных сфер. И у каждого есть имя. Моя коллега Айгири Муздебаева познакомилась с Акимом села, который во время общей борьбы с паводками стал для местных жителей и опорой, и лучшим другом. Дежурить на берегу реки Жолбалда в селе Иванковка, что в Акмолинской области, Аким Мирамбай-Каниев вместе с местными начал за два дня до прихода большой воды. Объяснял жителям, мол, пока не поздно, нужно спасать все самое ценное и перевозить на улицу уровнем повыше. К сожалению, не все понимали масштаб стихии, даже когда вода уже зашла в дома. Мы совместно с участковым инспектором вдвоем и жители села начали спасать людей и из дома вытаскивать. Многие отказывались даже, да, столько воды не будет. Приходилось, как, при казном тване вытаскивать всех, чтобы жертв людей не было. От интервью на камеру Мирамбай долго отказывался, стеснялся своего вида. Признается, дома не было три недели. Все эти дни спал здесь, в школе, на матрасах, прикрывшись курткой, как и другие жители, которые остались в родном селе и боролись с большой водой своими силами. Пробывалось через спецтехники, гуманитарную помощь. Там хлеб, вода привозили. Здесь в школе мы их раздавали. В сарае заходили, сколько скот там, например, где-то, может, живы остались. Как друзья стали уже реально. Или родственник. Даже бывает некоторые, когда со мной здороваются, прям обнимают. Поврежденные дома в Иванковке обследовали. Оценка закончится на днях. Далее уже определятся, где уместен ремонт, а где нужно строить с нуля. Второй вопрос – возводить дома здесь, либо покупать или строить жилье для пострадавших в соседних селах. Единовременную помощь получили уже больше половины жителей, чьи дома затопило. Тем временем Аким показывает блокнот, в котором на всякий случай лично сделал опись. Сколько скота и в каком доме спасти не удалось. Ведь это тоже нужно учесть и восстановить. А пока вместе, дружно, иванковцы постепенно возвращаются к своей привычной жизни. Айгирим Устебаева и Тухан Багланов, Акмолинская область, Первый канал, Евразия. Другим темам – 40 миллиардов тенге вернут в казну страны. Данные озвучили на заседании комиссии по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов. На нем также подписали инвестиционное соглашение на общую сумму в 7 миллиардов тенге. Лица, незаконно присвоившие государственные активы, должны будут построить два инфраструктурных объекта в Астане и Шимкенте. Все средства будут направлены на социальные цели, в том числе на устранение последствий паводков. Субтитры создавал DimaTorzok